По инициативе дерматовенерологической службы совместно с онкологической службой с 2009 года во многих областях Украины весной перед началом пляжного сезона проводятся массовые осмотры на предмет наличия новообразований кожи. Данный проект является некоммерческим и проводится по аналогии Европейского дня диагностики меланомы, который проходит в Европе ежегодно с 1999 года. Данная акция проводится по всей Украине. Данная акция имеет поддержку Министерства здравоохранения Украины и Главного управления здравоохранения нашей области и городских управлений здравоохранения городов, в которых проводится сегодня данная акция. Я скажу, что большая часть городов сегодня проводят данную акцию. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется 48 тысяч смертей, связанных с меланомой. В 2010 году в Украине было зарегистрировано почти 3000 новых случаев меланомы. За три года в дни диагностики рака кожи в Донецкой области было выявлено 32 случая меланомы кожи, 4 случая плоскоклеточного рака кожи, 196 случаев предраковых заболеваний кожи. И цель этого некоммерческого проекта – это ранняя диагностика этих заболеваний. И самое главное – это привлечение внимания и общественности, и людей, населения к тем проблемам, к тем маленьким родинкам, которые таят в себе опасности. На первый взгляд, они безобидны, но, как показывает жизнь, мы потом имеем большие проблемы. В результате реализации данного проекта станет возможным получить дополнительные данные о причинах возникновения рака кожи на территориях нашего государства. И располагая этими данными, наши врачи, украинские врачи, смогут более успешно проводить профилактику заболевания рака кожи, тем самым снижая уровень их возникновения и смертности от них. Женщины в полтора раза болеют чаще, чем мужчины. Пик заболеваемости меланомой приходится на возрастную группу в 85 лет и старше. Необходимо формировать у населения внимательное отношение к имеющимся новообразованиям на коже, в частности родинкам. Меланома – это одна из немногих локачественных опухолей, которую пациент или человек, который еще не является пациентом, может в цифре приближающейся к 100% заподозрить и обратиться к специалисту самостоятельно. Достаточно простых элементарных вещей, то есть все мы каждое утро или каждое вечер принимаем душ, ванну, видим себя, свое тело. И достаточно просто обращать на себя внимание и появление каких-то необычных вещей на коже самого себя. Должно человека настораживать. Злоупотребление ультрафиолетом может спровоцировать возникновение меланомы, поэтому следует ограничить пребывание на солнце. Эта рекомендация относится ко всем людям, но особенно важна для людей со светлыми волосами, веснушками и голубыми глазами, с наследственной предрасположенностью к данному заболеванию. Существует ряд рекомендаций, выполнение которых позволит уменьшить риск возникновения злокачественных опухолей кожи. Категорически нельзя находиться на пляже детям до трех лет. Находиться на солнце после 11, в самый пик, крайне нежелательно. С 11 до 16 это самое опасное время. И плотность ультрафиолетового излучения максимальная, и плотность инфракрасного излучения максимальная. То есть получаем и лучевой ожог, и термический ожог, что естественно отягощает. Многие не знают, какой нужно подобрать крем, как его подобрать, какой фактор защиты нужно. И самое главное, что человек, нанесший крем, считает, что он утром в 8 часов нанес, а до 8 вечера он защищен. Ничего подобного. Также нужно отказаться от посещения соляриев, использовать солнцезащитную одежду, шляпы с широкими полями, рубашки с длинным рукавом и солнцезащитные очки. При обнаружении новообразований на коже нужно немедленно обратиться к врачу-дерматологу. Кира Думская, Игорь Измалков, Первый муниципальный.